Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях поэт-драматург, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Андрей Крючков. Здравствуйте, Андрей Петрович! Добрый день! У нас 3 марта празднуется Всемирный день писателя. Правильно? Правильно! Скажите, вот для вас этот день является праздником? Может быть, вы посещаете какие-то мероприятия, может быть, вы какие-то мероприятия устраиваете? Или это самый обычный день? Ну, к сожалению, 3 марта – Международный день писателя празднуется не так широко, как Международный женский день. 8 марта. Но, тем не менее, отрадно осознавать, что этот праздник входит в нашу жизнь, о нем начинают говорить. То есть, любовь к книге не угасает, несмотря на то, что книга видоизменяется, она становится аудиокнигой, она становится в форматах электронной книги. Но пока есть читатели, на свете будут и писатели. Андрей Петрович, если можно, несколько слов о вашей писательской деятельности. Как давно вы начали писать? Когда вы почувствовали к этому тягу? И когда вы решили, что хотите быть писателем? Писать я начал очень давно. Мне было 10 лет. Мы с Дальнего Востока переехали на Северный Кавказ, на Ставрополье. Там была совершенно другая природа. Я помню, летом пришел в парк культуры и отдыха. Там в Невиномыске у нас были зеркальные пруды. И были такие плакучие Ивы. Я вот больше нигде таких не видел. И вот мое детское воображение поразило это зрелище. И я пришел домой. Это вот первое стихотворение, которое я запомнил. Я что-то писал и раньше, но как-то не запоминал, значит, не заслуживал внимания. А Иву я не постеснялся включить в свой первый сборник «Притча жизни». То есть вот отсчетом можно считать, это, ну, 69-й год. А вы пишете только стихи или и прозу тоже? Я пишу и стихи, и прозу, и басни, и пьесы. То есть я уже неоднократно говорил о каком-то событии, можно сказать, в басне, о каком-то в прозе, какой-то в миниатюру вмещается. Что-то становятся песни какие-то, строки становятся песни. Я не знаю, как другим. Мне вы известны именно как детский писатель. Но для взрослых, насколько я понимаю, вы пишете тоже. Спасибо. Андреем Крючковым. Я был там, грубо говоря, второй Есенин, десятый Пушкин, восьмидесятый Бродский. И там Андреем Крючковым я стал, когда я написал книгу «Собака.ру». Вот. Это маленькая детская книга. С ней я стал лауреатом премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. То есть она в 2004 году была учреждена. У меня как раз вышла «Собака.ру». Ее послали на этот престижный форум. Я не знаю, это вот как Олимпиады, только писательская, скажем так. И «Собака.ру» вот стала лауреатом. Это было очень отрадно. И поэтому как бы уже говорили, вон «Собака.ру» идет. Вон «Собака.ру» идет. У Женя Андреем Крючков. «Собака.ру». Может быть, поэтому и считает меня больше детским писателем. Хотя у меня есть и взрослые произведения. Я считаю, что за взрослые произведения в большей степени, может быть, уже правительство России мне присвоило высокое звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Андрей Петрович, а о чем вы пишете? Я пишу о жизни. «Собака.ру» тоже о жизни? Да. И о жизни той, которая вроде бы и обыденна, но когда в обыденной вещи, на первый взгляд, ты обобщаешь какие-то духовные ценности жизни. Почему «Собака.ру» в подзаголовке у меня маленькие поэмы для детей и взрослых. То есть я сразу развеиваю миф, что я только детский писатель, потому что «Собаку.ру» с удовольствием слушают и чиновники высоких рангов, и школьники. Я часто бываю на встречах в школах, в детских домах отдыха, в школах, интернатах. Ну и на встречах со взрослыми читателями обязательно просят прочтить «Собаку.ру». А можно вас тоже попросить? Может быть, не целиком, а какой-то небольшой отрывочек? Прошу я брата и сестру, купите мне «Собаку.ру». А те в ответ смеются, а они не продаются. Я же сам от них слыхал «Собака.ру» и «Мал». Или вы скажете, я вру, что есть «Собака.ру». Спрошу собаковода, что это за порода? На поводке под Новый год собака дяденьку ведет. Качает непогоды того собаковода. Я за рукав его беру, где мне найти «Собаку.ру». Он отвечает в торопях, собака.ру живет в сетях. И понял я сквозь ветер ее порода – сеттер. И вот дальше этот маленький мальчик исследует, пытается от взрослых добиться, что такое «Собака.ру». От него вообще, во-первых, мало кто понимает, о чем ребенок спрашивает. Это вот о нашей коммуникативности. Каждый занят своим. И потом до ребенка доходит, что зовется адресом в миру. Собака.мейл.ру для почты электронной, лист телевизионный. И доверяет свой секрет «Собаке.ру» весь белый свет. А умный пес из года в год нам сообщения несет. Читает в разных странах послания на экранах. Я расскажу всему двору все о «Собаке.ру». Она бежит по проводам. Найдешь ее и тут, и там, где взрослые дети гуляют в интернете. Моей «Собаке.ру» не надо строить конуру. А мама-то как рада. Кормить ее не надо. Я позабыл про «Детвору». Я стал как тень «Собаке.ру». От электронной почты сидишь, не спишь всю ночь ты. И вспомнил я, что с давних пор не выходил гулять во двор, что там от холода продрог, бездомный маленький щенок. Я пожалел бедняжку и взял домой дворняжку. То есть нас волнуют больше проблемы виртуального мира. И мы не замечаем, что происходит в реальном мире. И вот такие бывают искаженные, ужасные события в нашей жизни. Насколько я знаю, не только у вас выходили книги, не только ваши стихи прилагались на музыку, но и ставились ваши произведения на сцене театров. Я рад, что почти, скажем так, все мои пьесы побывали на сценах театров. И я рад, что в свое время правительство Рязанской области выпустили мы сборник пьес. Здесь вот две пьесы, это «Предтеча» и «Авдотия Рязаночка». Я рад, что Авдотия Рязаночка опять вернулась на сцену Рязанского театра «Кукол». То есть ввели молодого актера на роль. И продолжает жить Авдотия Рязаночка. Насколько мне известно, вот в Тамбов на фестиваль театров «Кукол» этот спектакль поедет. Писатель – это все-таки профессия или состояние души? Это профессиональное состояние души, если так сказать. Я считаю, что это апостольский труд, если говорить по большому счету. А иначе, может быть, и не стоит браться за письмо, за написание. Потому что если тебе нечего сказать людям, если ты ничего нового не сказал, тогда зачем повторять, повторяться, повторяться, повторяться. Андрей Петрович, мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. – Спасибо. – Желаем вам успехов в вашей творческой деятельности. – Я надеюсь, в моем лице мы поздравляем всех писателей, поэтов Рязанской земли. – Но так как сегодня в гостях у нас вы, то вам эти поздравления в первую очередь. – Спасибо. – Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. – Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!